В точке роста в Омском техническом университете состоялся окружной этап всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Новый масштабный и содержательный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацелен на развитие творческого научного потенциала молодежи в разных профессиональных сферах. Студентам вузов нужно презентовать свои идеи программы на любую тематику. Окружной этап собрал 65 студентов и магистрантов из 8 омских высших учебных заведений. Проект нацелен наконец-таки на студентов, на поддержку от 18 и старше лет для студентов вузов. Это является, я думаю, для нашей страны основополагающим для развития всех направлений, как спортивных, так и в различных общественных творческих организациях. Это возможность для студентов проявить себя в любой сфере деятельности. Лучшие из лучших получат гранты, возможность реализовать свои проекты в каком-либо из регионов и даже найти работу мечты. Конкурс набирает популярность. Важная тема омского семинара – подготовка амбассадоров, студентов, способных развивать и раскручивать интересное начинание. В Омск приехали руководители проекта. Сегодня на семинаре мы обучим новых амбассадоров конкурса, которые будут непосредственно презентовывать конкурс в своих образовательных организациях в регионе либо на каких-то региональных мероприятиях. В дальнейшем они будут работать в качестве фасилитаторов и наставников команд, участников конкурса, и ездить с ними вместе по стране. Плюс у амбассадоров будут еще свои бонусы, о которых мы сегодня обязательно расскажем. Деловой стиль, отличная атмосфера, интересная творческая подача, современные технологии, плодотворный диалог. Получим мы самые разные навыки. То есть, как говорили, soft skills, то есть такие более общие человеческие качества, и hard skills. То есть, каждый может применить свои какие-то профессиональные навыки. Ну и то, что хорошо, когда применяются технологии, я считаю, должны использоваться именно так, как используются сейчас, то есть в пользу, чтобы максимально разнообразить конкурсы и так далее. То есть, ну, максимально в пользу использовать современные технологии. Омские студенты быстро вошли в тему. Выделили главный позитив конкурса. Огромный плюс в том, что этот конкурс не про соревнования людей, не про бизнес, наверное, а про личностное развитие. То, что каждый человек, несмотря на то, на каком бы этапе он не вышел из этого конкурса, он все равно для себя выносит что-то новое, что-то интересное, будь то знание о себе, будь то новые знакомства, команды, стажировки, призы, гранты. Вот. В любом случае, все в плюсе, и я считаю, это здорово. Креатив, продвинутые методики, тренинги, групповой коучинг, презентационный квиз, нетворинг-сессии, деловые игры. Молодые люди получили отличные навыки публичных выступлений и управления командой. Для себя я выступила очень полезные навыки. Это построение как раз работы в интернете, вот как раз в этих чатах. То есть, как можно составить мероприятие без листочков. Также я себя поняла, что как можно преподносить людям общение, в какой форме, в какой форме обучения. Это очень интересно. Я к этому всему учусь. Победителями всероссийского конкурса станут 200 студентов, чьи имена станут известны в ноябре. Каждый из них получит грант в размере 1 миллиона рублей. Средства могут быть направлены на обучение, запуск или развитие стартапа и улучшение жилищных условий. Кроме того, 50 молодых людей, набравших наибольшее количество баллов, получат дополнительные гранты в размере 2,5 миллиона рублей. Их можно будет направить на развитие факультета или вуза. Также лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашение на стажировки в ведущей компании страны. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 июня на сайте Твой вход онлайн. Продолжение следует...